Спустя три дня обвиняемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Аварийный дом давно слезли, а новый все еще не достроят. Адрес улица Петрова 9 в Чебоксарах. В сентябре 2014 года от крыши до фундамента треснула стена дома. Как сейчас обстоят дела на стройке, об этом Ольга Пырочкина. Штукатурка вся сыплась, а потом кирпичи вышла в коридор, все уже бегают. Кирпичи, говорят, уже вылетают. Тогда, в 2014 году, комиссия решила, что дом на Петрова 9 не подлежит восстановлению. Было принято решение по комиссии о сносе этого дома. Дом был снесен, и на этом месте началось строительство 368-квартирного жилого дома. В бывшем доме было 166 квартир. После того, как дом достроят, собственники жилья получат в нем квартиры взамен утраченных. Правда, с доплатой. Дело в том, что по нормам нельзя строить квартиры площадью меньше 23,5 квадратов. И если у жильца в собственности была, к примеру, комната в 10 квадратных метров, то оставшуюся до 18 квадратов площадь ему придется приобрести по цене соцжилья – 31 тысяча за квадрат. А еще 3,5 метра по рыночной цене – это уже 43 тысячи рублей за квадратный метр. Впрочем, жителям разрушенного дома, которых временно разместили в общежитии по улице Лебедева, пока рано думать о новоселье. Срок сдачи дома с третьего квартала 2017 года перенесли на третий квартал 2018-го. Коммерческая часть все-таки тормозит, потому что продажи плохо идут. У нас идет просрочка. Планируем в февраль месяц обязательно закончить все кладочные работы, кровельные кладочные работы, чтобы до 15 марта убрать кран машины, оставить территорию и приступить уже с апреля месяца благоустройство территории. Из хороших новостей. Свои квартиры жители получат с полной чистовой отделкой. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.